итак врываемся мы все-таки на уже четвертую игру четвертого матча сегодняшнего дня у нас брест пытается пытается всеми возможными и невозможными способами обыграть у нас жан гбуа первые два матча ему удались попал он хорошие матчапы и довольно таки легко смог обыграть посмотрим получится ли обыграть ему патрона мы сами знаем что патрон лучше колода смотрится против друида чем паладина возможно поэтому на именно этот матч взял сейчас начало патрона чтобы выйти на 22 там уже более уверенно играть как бы раздавить соперника раздавить его уверенно в себе здесь у патрона отличный заход еще и нервейт и как говорится можно заканчивать но харрис и джонс не зря его кладут сейчас друиды и контроль воины он окупает себя как видим довольно таки неплохо интересно что сейчас будет разыгрывать у нас брест я думаю друид смотрится просто великолепно шеи жизни и он выживет после удара укуса но если не будет нервейт и я думаю не стоит сейчас крутить патрон надо как-то попробовать сыграть иначе возможно выставить за три маны за две маны и все посмотрим еще на black воина что он ему даст брест задумался я думаю на самом деле ему тут нечего думать да это единственный ход единственный хороший ход и нет нам показали что шанс на раскрутку 9 и 1 а на самом деле не так важно ну хотя как не так важно здесь бы она зашла просто шикарно и возможно она бы уже сейчас выиграла партию потому что четыре патрона против друида на вот такой медгейме это это сильно ну ничего не остается нужно разыгрывать да 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 ты правильно тянешься крутиться здесь никак нельзя задумался при задумался очень крепко на жангбон да я считаю что это оптимальный ход и сейчас другого даже и придумать было тяжело ну просто есть варианты есть варианты с выводом кипера неплохой вариант есть вариант с размахом есть вариант у нас ну да скипером ударится лицом интересный вариант я думаю дальше жизни и друиду матчи против патрон война это не особенно важно не особенно важный показатель скажем так до сохраняет он укус я думаю бросу это должно дать инфу что да там уже сидит их сидит уже летал на шучу не летал на раскрутка то есть патрон есть видимо по каким-то причинам он не хочет раскручиваться ну что размах в лицо довольно таки интересно или размах на все таки видимо это будет размах но оставлять бомбы посмотрим может быть да это будет всего лишь просто такой вот животик интересно видимо хотя подумал что животик не самая худшая цель для дэмэджа приема разыгрывает он животика перед тем как бомбу разбить есть у нас о да на самом деле жанг босс только нам учился что ему уже должно начинать вести ну куда там дальше ну что да все таки он будет тратить раскрутку под околита и под девочку не доберет наверно сейчас одну карту с околита и четыре карты с с добора да решает полностью очистить таунт классно классно смотрится его ход играет уже спешит потому что хочет понимаем что анимация довольно таки долгая нервейт хорошо казнь да думаю казнь стоит потратить да отлично отлично размахом в принципе не боится потому что размах слишком плохо за день это колита и да и все все таки идет к следующей партии не думаю что здесь удастся друиду хотя у друида комбо на руке может быть я и поспешил да может быть я и поспешил сейчас сыграл хорошо лазерный дракон с разбафаном размахом и надо дальше стакать броню и уже делать патронов да правильно понимаю если это 7 урона 7 может быть и без брони патрон инербейт раскруткой ищем или нет вообще он собирается вот так сыграть то есть защититься от комбал от хибом я просто вдумывал ход уже кручение патрона и если бы мы сейчас взяли патрона инербейт раскрутка и потом добор карт а у нас бы 6 7 8 нет не хватало бы если что на огненную секиру нам бы не хватало да ну на казнь конечно рассчитывать так было слабовато да все таки в правильный ход делает джангбо и убивает он броневичку понимает что настакивать броню не круто ну что надо крутить надо крутить крутить будет под броневичкой что тоже важно хотя возможно это и не лучший вариант так как сейчас нет все правильно все он делает правильно это уже неплохой ход до раскручивается получает два дополнительных патрона и сколько может ли он добрались карта может я думаю так и сделает сейчас это будет пять карт пять карт как раз шикарно смотрится просто шикарно у него полная рука и друид ничего с ней не сможет сделать и тут никакой комбо не окупит огромнейшее количество брони но будет получать 4 то есть 14 16 14 16 урона 16 плюс 4 20 20 20 до сейчас секунду еще раз у нас всего будет 6 10 урона и плюс дважды рев по 8 по 10 то есть 30 урона то есть one damage for little серьезно еще раз посчитаем вдруг мы неправильно считаем 10 плюс 10 и плюс 10 это 30 как не крути действительно один урон долетало обалдеть хорошо он раскрутил броню и тут я не знаю что бы я мог бы посоветовать нашему другу наверно нужно как-то добрать карты сейчас посмотреть что там будет с добора гнев гнев не самая худшая ситуация сейчас крошер доберет броневичку наконец-таки избавиться от нее гневом доберет какого-нибудь здорового патрона ну есть еще какие-то шансы ну нет не здорового патрона убивает ему уже все равно на жизни патронов он не надеется на то что они исчезнут так если здесь летал 8 12 плюс дмакс граммаша это у нас 12 тоже один дмакс долетало неплохо неплохо играют парни видимо что-то знают прямо на острие ходят так казнь в лицо ну да надо конечно же чистить этот стол ничего не должно выживать отлично патроны меняются да не хочет даже давать никакое лишнее существо выходит 4 матч дает о себе знать не выходит белчер точнее животик и все и на этом у нас гудгейм брэс должен понимать что и вторая игра ушла от него и нет посмотрим джанг бо опять же серьезно нет 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 выделил он улыбнулся улыбнулся догадива сквозь усики так на тебя я могу тащить смотрите смотрите оху жанг бо ну да я тоже на не сдержал улыбку если а видите улыбается ну посмотрите сначала такой весь из себя серьезно серьезная потом тащить начал и уже как бы можно по улыбиться также не делается держишь марку держи до конца но если честно мне кажется у нас бред немножко поплыл не думаю что это отразится на его игре я я думаю у него будут вполне себе взвешенные качественные хорошие решения но видно по ему глазам что он немножечко так подволновывается немножечко волнуется и последний последний матч у нас на сегодня больше игр не будет до завтра до завтрашнего дня так последний матч друид паладин у нас сразу тут двое саплингов классно 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 и что ну надо будет разыграть конечно призыв бой потому что саплинги сами по себе не умрут плюс у нас будет очень классно оружие против этих маленьких засранцев извините меня нельзя нельзя оставлять их живых сами понимаете это добру не приведет писать сейчас рев бы залетел на 10 урона просто плюсом думаю не обрадовался бы мистер жангбо но я думаю он не обрадуется даже когда на 8 урона принять лишних принесет все в лицо правильно все в лицо даже 99 ровно лицом это с классно классно это уже сподвигает паладина всю жизнь оборачиваться на свое здоровье скажем так кипера надо будет разыграть сейчас если ничего не придет другого и нервейт конечно же нужно оставить под дерево мудрости или под бума что там придет на следующий ход ну как мы понимаем кипер разобьется об само пожертвование поэтому он второй нервейт я не знаю рад ли он не рад но посмотрим может быть кстати сейчас и стоит сыграть 2 и нервейт и забрать 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 значит защитного мини-бота но я не знаю стоит ли того или не стоит тут решать на жангу о смысле прессу что же он предпримет интересно есть две опции есть сыграть секрет и сыграть освещение видимо он выбирает именно нет еще пока не ясно что сыграет но скорее всего это был черда был черт и очень классное существо и что будет ли чудо вернется сделать ли сумасшедший камбэк друид все-таки видите не самый прекрасный класс не всегда он стабильно выступает играет нервейт чтобы убить демона удешевляем две карты не так плохо классно смотрится в руке жангу сириан ведь когда он выйдет то не будет одного кипера и не факт что зайдет 2 все-таки еще целая колода у бреса отличный топ дек на самом деле даже говорить ничего не надо топ дек сумасшедший классный попробовать добрать сейчас еще карт классно будет если это будет лазурный дракон это будет вообще наверное идеальный розыгрыш на следующий ход почистить стол и здесь да это лазурный дракон даже два шикарно шикарно они будут удешевлены и то есть можно будет камбэкать хорошо конечно сейчас заходит этот секрет я думаю это практически гг если честно ну не забываем под лазурный дракон свап за 2 маны смотрится ну просто шикарно и как он хочет сыграть наверно мини ботом разобьется аптурисана и все в лицо это так да в принципе вполне очевидный ход и друид сыпется сыпется и причем сыпется очень сильно ну что до разыгрывает смотрим на топ дек тот до крошер и сейчас надо подумать надо подумать этот призыв мне этот секрет который дал всем плюс один но это было очень-очень сумасшедший классно 4 получается заедет на следующий ход ему 7 урона интересная ситуация нужно ли чистить нужно любого дерева я считаю что дерево смотрится здесь довольно таки сильно возможно вообще стоит почистить стол урон в лицо сейчас не решает эти два существа могут сделать много лишнего ну дракона все-таки оставляет посчитал что один размах ушел и второй гнев тоже ушел да или 2 гнева уже даже ушло смотрим смотрим как он дальше разыграет разыгрывает у нас друида чтобы не пробило в лицо в тире он кстати очень странно что разыгрывает сначала у нас друида когтя при перед тем как добрать карту видимо уже спешит видимо расстроен ему очень кстати везет того что выходит гнев топ деком и он смог разбить бабал ведь сейчас бы мистер туризм в тире он у меня уже все язык заплетается последний час в стриме все наконец-таки отдых и я не вижу на самом деле смысл какой смысл сейчас разбиваться в лицо в нужно лицо в лицо и один два г и уже потихонечку сейчас искупление как я понимаю висит и что вот второе если там отомщение можно как никак не попробовать убить и разыграть богаха но нужен свой мне кажется бред показывает такой мне свайп пожалуйста но это не свайп но это не свайп посмотрим как сейчас ударится драконом загрустит что сдается браз нет отпустят ли он домой сегодня а ну классная игра конечно по молодец что не растерялся молодец что не опустил руки до последнего сражался и возможно его хладнокровие приносит ему победу ну давайте не будем конечно забегать вперед возможно он еще и проиграет здесь ведь разбивает на аж три заряда ну ничего не приходит и это луз жангбон ну посмотрим серьезно жангбон будет сейчас улыбаться или нет ну вот как держит улыбку своим ах улыбается ё-моё как счастлив еще бы бэмил я бы не простил улыбается счастливый все мне кажется я завидую этому милому китайскому парню желтыми зубами всем удачи спасибо что смотрели и до завтрашнего дня завтра у нас будут уже полуфинала и финал этого плей оффа буду рад вас всех видеть всем пока